При обращении в МФЦ заявитель приходит к нам в учреждение, работает система электронной очереди, в терминале выбирает необходимую услугу. Услуга называется «Избирательная комиссия Челябинской области. Прием и обработка заявления о включении избирателей. В связи с избирателем по месту нахождения на территории Российской Федерации». Выбирает данную услугу, распечатывает талон. Несколько легких взмахов рукой и человек на верном пути получения права выбора избирательного участка. С 31 января начался прием заявлений тех, кто по каким-то причинам не сможет проголосовать по месту жительства. 18 марта россияне смогут сделать свой выбор там, где будут находиться. Надо только заранее написать заявление о включении в список избирателей ближайшего участка. Этой возможностью воспользовались уже более 30 копичан. Я оформила заявление для того, чтобы проголосовать на ближайшем участке 19.06, который расположен близ моего дома, расположенного по проспекту Победы 35А. С отравленным талоном и паспортом я 18 марта прихожу на этот избирательный участок и проголосую. Многофункциональные центры стали одними из пунктов приема заявлений. Копичане могут воспользоваться правом голосования на удобном участке, зарегистрировав его в любом из трех офисов МФЦ. По улице Борьбы 14, улице Ленина 61 или Ленина 52 в здании администрации города. Офисы работают согласно графику МФЦ. У заявителя есть возможность в любой из дней рабочих недели обратиться, в том числе можно обратиться в субботу. Заявления принимаются согласно системы электронной очереди. При себе необходимо иметь паспорт. Заявитель может в день выборов проголосовать как по месту нахождения в городе Копийске, если участок находится не по месту прописки. Также он может проголосовать на территории Челябинской области и в том числе, конечно, и за границей. Заявить о своем желании проголосовать по месту пребывания можно также в территориальной избирательной комиссии или с помощью сайта госуслуги.ру. С момента начала кампании популярным онлайн-ресурсом воспользовалось уже более 200 тысяч россиян.